Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Погорельцам окажут поддержку. Глава Самары Елена Лапушкина поручила проконтролировать, чтобы людям оказали помощь в восстановлении документов и получении временного жилья. В России отметили День воинской славы. Городские власти, курсанты и члены военно-патриотических клубов города возложили цветы к вечному огню. Они всегда спешили на помощь, а в условиях пандемии оказались незаменимы. В День волонтеров в Самаре наградами отметили лучших. Окажут поддержку Погорельцам. Последствия крупного пожара в Ленинском районе Самары обсудили на совещании в мэрии. Из-за возгорания в доме на Вилоновской без жилья остались 9 человек. Больше всего переживаний у городских властей вызывает одна из пострадавших. 70-летняя пенсионерка не может самостоятельно передвигаться, пока она разместилась у родственников. Глава Самары Елена Лапушкина поручила проконтролировать, чтобы женщине оказали помощь и при восстановлении документов, и при получении временного жилья. С пострадавшей встретилась Светлана Кудрявцева. Галина Степановна Лизунова в свои почти 72 года осталась без крыши над головой. Она оказалась в числе 9 человек, которых эвакуировали из горящего дома на Вилоновской. Напомню, огонь охватил деревянную двухэтажку в центре Самары 4 декабря. На месте спасатели нашли тела двух погибших женщин. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Детали происшествия выясняют. Сегодня от дома, где Галина Степановна прожила четверть века, остались одни обугленные стены. Женщину вывели на улицу в одной рубашке, и все ее вещи сгорели в огне. Ни ложки, ни чашки, ничего у меня не осталось. Ничего. Мне ничего не надо. Я даже, вы знаете, думаю, зачем меня спасли. И спасла меня случайно соседка. Там милиции, пожарные, никого нет. Она кричит, а тетя Галит наверху там. Там уже минут 10 я бы задохнулась, конечно, тоже. У пенсионерки проблемы с суставами. Она почти не может самостоятельно передвигаться. Из родственников осталась жена брата Антонина Сергеевна. Ей самой за 80 перенесла онкологию. Живет с внуком, его женой, правнуком. Поэтому разместиться всем вместе проблематично. Первую ночь, когда спали, я решила с молодыми, чтобы ее расположить, не мешать. Но с молодыми тоже я могу одну ночь поспать. А сегодняшнюю ночь мы вместе спали балетиком. Пострадавшие женщины обещали помочь в администрации. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Будем оказывать помощь одевать. Сами будем, скорее всего, ездить, вот эти справки привозить необходимые. Но просьба департамента опеки тоже подключиться и решить вопрос, чтобы на месте у нее принять заявление для выплаты материальной помощи. И по маневренному фонду тоже решить вопрос к ней с выездом на место, где она сейчас расположена. Елена Юрьевна, она в госпитализации не нуждается? Она отказалась, Елена Владимировна. Я ей сразу же предлагала вот в этот же день разместить ее в больнице. У нас есть вот такая больница для ветеранов. Но она категорически отказалась. Ольга Владимировна, Андрей Викторович, пожалуйста, вот эту женщину на особой контроле помочь с документами и маневренным фондом. Остальным погорельцам тоже окажут поддержку. Они пока разместились у родственников. Всем выделят положенную в таких случаях материальную помощь. А те, пострадавшие, кто лишился единственной жилплощади, имеют право на получение жилья из маневренного фонда. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 274 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 24 213. Такие данные в понедельник, 7 декабря, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 281 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 21 936 пациентов. В этом году в Самарской области начали свою работу 6 лечебных учреждений. Еще два корпуса для ковид-госпиталей будут строить благодаря федеральной поддержке. Регион получит 156 миллионов рублей на выплаты медикам. Начисление денег находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Он отметил, что в этот раз правительство России изменило порядок выплат по сравнению с весенним периодом. Чем больше человек отработал с ковид-больными, тем больше у него, конечно, эти доплаты. Что, согласитесь, справедливо. Когда человек один раз, побывав в красной зоне, получал такую же выплату, как человек, работающий там на 1,7 ставки, ну, наверное, это неправильно было. Сейчас это меняется. Что важно, это постановление предусматривает выплаты и медикам первичного звена. Самарские медики впервые в России провели операцию на позвоночнике правосторонним способом. Эту практику они переняли у зарубежных коллег. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа. Елена Малютина расскажет, как себя чувствует пациент и в чем уникальность операции. Хромать Алексей Петрушин больше не будет. Неделю назад ему сделали уникальную операцию на позвоночнике. Он стал первым пациентом в России, которому установили искусственный поясничный межпозвоночный диск передним правосторонним доступом через живот. Пока ему нельзя сидеть и много ходить. Впереди полуторамесячный путь к полному восстановлению. Алексей Петрушин говорит, диагноз для него стал неожиданностью. Думал, что защемило нерв. Сейчас чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Меня беспокоила спина. Полила нога, хромал. Вот решил пойти на обследование. Предложили лечь в больницу на операцию уникальную. По смене диска. Спасибо врачам. Вроде бы все сделали хорошо. Сейчас главное восстановление. Операция длилась полтора часа. По словам врачей больницы имени Пирогова, для ее проведения понадобилось особое мастерство хирурга. Вся сложность состоит в том, что с правой стороны находятся крупнейшие сосуды, аорта и полая вена. Но именно благодаря правостороннему доступу через живот в случае осложнений или аллергических реакций на имплант можно будет провести повторную операцию, что практически исключено, если ее проводят традиционным левосторонним способом. Любая операция имеет определенные риски, осложнения, даже менее сложные. Надо давать шанс пациенту и будущему хирургу. Мы даем возможность на будущее сделать операцию другому хирургу, который может не владеть этой технологией. По словам медиков, такая операция практически на 100% восстанавливает функции позвоночника. Инновационные методы лечения помогают развивать систему здравоохранения и полностью соответствуют стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Больше сотни протоколов об административных правонарушениях составлено на самарских пассажиров, которые не соблюдали масочный режим в общественном транспорте. Контрольные рейды в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводят регулярно. На одну из утренних проверок отправилась и наша съемочная группа. Контроль масочного режима, наденьте маску, пожалуйста. Наличие маски по-прежнему обязательное условие для проезда в городском общественном транспорте. Проверяющие говорят, большинство пассажиров к мерам санитарной безопасности относятся с пониманием и используют средства индивидуальной защиты. Но без нарушителей не обходится. За несколько месяцев в Самаре составлено больше ста протоколов. У нас требования установлены единые для всех. Поэтому у нас в рейде участвуют представители полиции. В случае, если мы такого человека выявляем, в отношении него составляется протокол административный по статье 20.6.1, часть 1, штраф до 30 тысяч рублей. Наличие маски – обязательное условие и для сотрудников транспортных предприятий. Водители и кондукторы также должны постоянно находиться в средствах защиты. Кроме того, салоны автобусов, трамваев и троллейбусов регулярно дезинфицируют. Мобильные бригады работают, обрабатывают все поверхности соприкосновения пассажиров. Это двери, поручни, сидения и терминалы. Все обрабатывается специальной жидкостью, которая одобрена Роспотребнадзором. С начала осени в наземном общественном транспорте из-за отсутствия маски не смогли проехать почти 900 человек. А самарским метрополитеном не воспользовались больше 8 тысяч пассажиров. Проверки в городских трамваях, автобусах и троллейбусах продолжатся. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Россияне сократили расходы в 2020 году в среднем на 15 тысяч рублей. В стране могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. А бездумно взятая ипотека грозит в ближайшие 2-3 года обернуться финансовыми трудностями. Обо всем подробнее в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. В России незначительно выросли курсы валют. В понедельник, 7 декабря, курс доллара составил 74,25 рубля, курс евро – 90,26 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки «Брент» на лондонской бирже – 49 долларов 2 цента за баррель. Россияне сократили расходы в 2020 году в среднем на 15 тысяч рублей. Таковы результаты исследования Международной аудиторско-консалдинговой сети. Больше всего экономили жители Москвы. Они сократили расходы почти на 50 тысяч рублей. На втором месте жителям Магаданской области им удалось сэкономить 47,5 тысяч рублей. Жители Ямала-Ненецкого автономного округа – 42 тысячи, в Якутии – 30 тысяч рублей. В Свердловской области – 29 тысяч. По данным исследования, доходы россиян в период пандемии сократились. Однако в 15 регионах номинальный прирост доходов населения составил более 10 тысяч рублей совокупно за 9 месяцев. Больше всего выросли доходы в Ямало-Ненецком автономном округе – на 51 тысячу рублей. В Мурманской области – на 40 тысяч рублей. В Сахалинской области – на 25 тысяч. Аналитики отметили, что во многих регионах доходы населения стали существенно меньше. В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. Это предполагает проект изменений в налоговый кодекс, который в понедельник, 7 декабря, рассмотрела комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас для оформления вычета необходимо подавать соответствующую декларацию. Поправки, подготовленные Минфином, подразумевают, что для получения денег от государства потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года. Предложения финансового ведомства поддержали политики и эксперты. Однако они считают, что на первых порах потребуется провести разъяснительную работу среди тех, кто далек от процессов цифровизации. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашение процентов по целевым займам, а также операции с индивидуальными инвестиционными счетами. Во время ажиотажного спроса на жилье многие россияне взяли ипотеку. По мнению экспертов, такое решение в ближайший год или два может обернуться финансовыми трудностями. Кредит необходимо гасить, поэтому перед оформлением бумаг нужно хорошо оценить свои возможности и не поддаваться на эмоциональные тренды. Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда непонятно, что будет дальше, говорят риэлторы. В 2020 году спрос на недвижимость резко взлетел из-за падения курса рубля. А также снижение ипотечных ставок и общей неопределенности в стране. Эксперты советуют отложить покупку квартиры на 2021 год, когда рынок жилья стабилизируется, а цены вернутся к норме. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. 5 декабря в России отметили День воинской славы. 79 лет назад началось контрнаступление Советской армии под Москвой, в ходе которого немецко-фашистские войска потерпели свое первое крупное поражение. Память советских бойцов почтили и в Самаре. На площади славы собрались власти города, курсанты и члены военно-патриотических клубов города. Подробности в сюжете Ольги Павловой. Живые цветы у вечного огня и горельеф оскорбящей матери Родине – еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной войны. Победы советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое значение. Впервые непобедимый вермахт был остановлен и потерпел свое первое весомое поражение. Об этом должны знать не только взрослые, но и школьники, которые сегодня уже не имеют той возможности, которую имели мы с первоисточников, получать информацию. Мы сильны, пока мы все это помним, мы знаем. Память – это фундамент нашего государства. Так оно было, так есть, так будет всегда. Совершить первую и далеко не последнюю победу над немецко-фашистскими войсками помогли всеобщие усилия русского народа. В тылу на заводах производились танки, самолеты, боевые снаряды. Битва под Москвой сразу же приняла ожесточенный характер. Несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника. Мы должны знать и помнить каждого маршала, каждого истории, каждого солдата, каждого рядового, потому что за ними история, они делали эту победу. Год у нас юбилейный, 75 лет победы, и эта дата очень важна. Вспомнить о подвигах бойцов и почтить их память прибыли власти города, курсанты, члены военно-патриотических клубов Самары. На площади славы собравшиеся возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Торжественная церемония завершилась минутой молчания. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. В столице региона состоялся 19-й форум добровольцев Самарской области. В нем приняли участие 37 муниципальных образований губернии и более 150 тысяч волонтеров региона. За неравнодушное отношение к землякам, готовность прийти на помощь людям, оказавшимся в сложных ситуациях, волонтерские организации отметили дипломами и ценными подарками. В форуме и торжественном награждении добровольцев приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Более 150 тысяч неравнодушных жителей области сегодня примкнули к видеоконференции в формате онлайн. Волонтеров поприветствовал губернатор региона и дал слово каждому. Большинство собравшихся участники Всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе». За время проведения она вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказывается повсеместно. Врачам, детям, сиротам, пенсионерам, а также ветеранам и инвалидам. Мы регион, который очень часто задает новые тренды развития добровольчества, новые дела. Можно много проектов вспомнить. Конечно, замечательные проекты в сфере инклюзии и замечательные наших энтузиастов и добровольцев, которые сами преодолевают сложности и помогают другим людям почувствовать себя полноценными гражданами Великой страны. В насыщенной дискуссии совместно с волонтерами приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Для нее, как и для большинства собравшихся неравнодушное отношение к землякам и готовность оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, первоочередная задача. Успехи волонтеров региона отмечены на федеральном уровне. Добровольцы трижды побеждали на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Та сложная ситуация, в которой оказалась город, регион, да и в целом страна, показала, насколько много у нас добрых, отзывчивых, искренних людей. Поэтому, ребята, за все вам огромное спасибо. Вам здоровья, берегите себя. И надеемся, что армия молодежных будет с каждым днем только увеличиваться. Стремления добровольцев поддерживаются на федеральном и региональном уровнях. В этом году в Самарскую область были направлены дополнительные средства на развитие добровольчества, создание сети волонтерских центров в муниципалитетах и образовательных организациях региона. С этого года открыто уникальное для губернии обучение кемп-лидеров. Проводятся инклюзивные поездки в заповедные места Самарской области, экспедиции на Байкал и Кавказ. И все же главное, что объединяет этих людей, готовность выручить и поддержать любого гражданина страны в любую секунду. Я считаю, что это одно из самых необходимых вещей, которые должны сейчас продвигаться, потому что время, тяжелое, сами все это понимаем, и хочется оказывать, и хочется смотреть, что где-то кто-то помогает. У нас даже был случай, когда мы помогали бабушке отвезти ее кота к ветеринару, потому что ей просто нельзя было нарушить режим самоизоляции. То есть мы максимально пытаемся не дать им потерять социализацию, обезопасить от выхода на улицу лишний раз, сделать их жизнь чуточку комфортнее в данных условиях. В 19-м форуме добровольцев в Самарской области приняли участие 37 муниципальных образований губернии. Все волонтерские организации отметили дипломами и ценными подарками. Добровольцев наградила глава города Елена Лапушкина, пожелала волонтерам здоровья и поздравила с наступающим Новым годом. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. В Самарской области подвели итоги масштабной программы обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес-акселератор длился три месяца. За это время 160 участников получали знания от опытных трекеров и применяли теорию на практике. Слово Мэри Илчан. Александр Копцев создал проект разработки и продажи сельхозоборудования, а именно растворных узлов для приготовления смеси ядохимикатов. Установка позволяет автоматически дозировать и растворять в воде любые препараты и сразу заправлять раствор в опрыскиватель. Александр работает в компании, которая занимается производством оборудования для нефтегазовой, химической машиностроительной, пищевой отраслей. Для того, чтобы научиться правильно продавать свой продукт, мужчина решил принять участие в масштабном бизнес-акселераторе. Как говорит участник, за время обучения компании удалось привлечь партнеров и дилеров, а также увеличить дополнительные продажи и выйти на руководство крупнейших агрохолдингов России. Самым интересным моментом был сам момент интенсива. Там была такая игра, которая заставила нас понять, что мы вообще не знаем клиента, все, весь зал и все делаем неправильно. Соответственно, на основе именно этой игры и этой мысли мы перестроили абсолютно все то, что у нас было. Продажи, маркетинг, коммерческие предложения, сайт, подход. Масштабная программа обучения для предпринимателей «Иновейт Самары» и «Школа трекеров» проходила в 63-м регионе в несколько этапов в течение трех месяцев. Участие приняли 160 человек. За короткий срок участники акселератора применили полученную теорию на практике. На курсах они анализировали свой прошлый опыт и допущенные ошибки. В качестве экспертов обучения выступили федеральные спикеры, опытные предприниматели и бизнес-тренеры. Это очень важно для Самарской области, потому что с развитием, с ростом бизнеса создаются рабочие места, открываются новые производства. Мы сегодня увидим несколько предпринимателей, которые уже за это время, акселераторы, открыли свои новые производства в Самарской области. Я хочу сказать, что в этом году у нас не было большого количества очных мероприятий, у нас не было выставок, у нас не было бизнес-миссий, но вместе с тем мы смогли дать возможность всем желающим искать своих партнеров, создавать сайт для взаимодействия с внешним миром, с новыми потенциальными заказчиками. Обучающую программу провели при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Организовали интенсив Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – одна из первоочередных задач правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. Ведь помогать это по-самарски. Сегодня в этой сфере в 63-м регионе трудится почти полмиллиона человек. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. В самарских парках начали работу катки. Бесплатные ледовые площадки для горожан работают до 22 часов. Многолюдно ли было в первый день работы на катке в парке «Дружба» увидела Лариса Шалафаст. Активный отдых на свежем воздухе. Несмотря на мороз, на катке в парке «Дружба» – ажиотаж. Покататься на коньках пришли и дети, и взрослые. Наконец, залили катки. Будем ходить теперь каждый выходной. Сами не катаемся с супругом. Вот дочка с удовольствием катается каждый год. Очень хороший каток. Спасибо большое. Городу администрации, кто его делает. Все очень нравится. Музыка отличная, настроение. Все супер. Чтобы полностью подготовить каток, потребовалось 50 тысяч литров воды. По нормативам ледяной слой должен быть не тоньше 10 сантиметров. Работает и прокат коньков, но вход сюда строго в маске. Всего в этом году в парках Самары откроют 4 катка. Рядом с ледовыми площадками установили новогодние елки. Скоро заработает и праздничная иллюминация. Оно уже развешано по деревьям, просто не подключено, так как мы его отключали на летний период. Монтажные работы остались по всем практически паркам. Мы в настоящий момент подготовили только два парка. До 10 декабря все работы будут завершены. Также в Самаре залит и уже начал работу каток на набережной в районе бассейна ЦСК ВВС. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Закончили год на мажорной ноте. Самарские крылья Совета в последнем матче ФНЛ перед зимней паузой разгромили Красноярский Енисей. Главным героем встречи стал лучший бомбардир первенства Иван Сергеев. Форвард оформил четвертый хэт-трик в сезоне. Подробности в репортаже Анатолия Головко. В матче 26-го тура первенства ФНЛ крылья Советов разгромили Енисей с Красноярска со счетом 4-0. Самарцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на шестой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот соперника отправил Иван Сергеев. На 13-й минуте любимец болельщиков Егор Голенков с центра поля прошел по флангу и отдал голевую передачу Сергееву, который хладнокровно забил еще один гол. Этого Ивану показалось мало и на 34-й минуте он оформил хэт-трик. Окончательный счет на табло установил Дмитрий Цыпченко с передачи Ивана Сергеева 4-0. Волжане одержали красивую победу на классе и отправились на заслуженный отдых. Мы с самого начала начали создавать голевые моменты. Их было достаточно много и хорошо, что уже в первом тайме мы повели, в общем-то повели с запасом. И, наверное, это все было по делу. Наставник Енисея коротко прокомментировал исход встречи и поздравил Волжан с победой. Были моменты, которые мы могли забить, но хозяева были лучше сегодня, более мотивированы. За игрой на Самаро-арене наблюдал губернатор Дмитрий Азаров. После матча глава региона рассказал о кадровых перестановках в руководстве клуба. В состав Совета директоров Крыльев Советов вошел Сергей Аракелов. В дальнейшем мы будем в первую очередь говорить о тех лучших практиках, которые мы имеем, о нашей финансовой компетенции для того, чтобы это все передать футбольному клубу Крыльев Советов, для того, чтобы клуб был более эффективным, чтобы клуб занимал видное место в российском футболе и, самое главное, всегда радовал жителей Самарской области. По словам губернатора, в дальнейшем Крылья Советов будут развиваться и прогрессировать. Для этого созданы все необходимые условия. Вспомните, несколько лет назад, постоянная задолженность по зарплате, ни выплаты, ни устойки, клуб все время на грани того, что отнимут лицензии. Нет такого давно. Все возможности созданы, уникальные. Бажно, чтобы теперь игрой ребята подкрепляли это. Следующий матч волжане проведут в 2021 году на выезде против Химок. Игра 1-8 финала Кубка России запланирована на 21 февраля. Анатолий Головко. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!